мои красивые мои хорошие мои прекрасные я сегодня быстро быстро сделаю видос опять как лошадь проскочу через все поля и покажу вам что я купила у меня сегодня не запланированный видос вообще не думать некогда и вот так получилось я сделаю да всех люблю и всех же всем желаю всего прекрасного пейте чай эти ешьте у кого что есть вкусненького я не знаю что у меня вкусненького есть у меня лежат старые шоколадки с нового года вот не знаю на столе ничего вкусненького нету ну чай чай из фаффаминца как сказать из мяты из мяты из мяты всех люблю всех целую в общем я вам сейчас быстро покажу что мы сегодня купили так целови да покажу что купили я быстро быстро вот прямо хозяйственная сумка опять у меня хозяйственная сумка насколько только единственный шопок да чтобы чтобы выжить а там не единственный шопик чтобы выжить если я сразу вам покажу это да сразу убежите лучше это потом так лучше это потом лючике люкти люкси Это тоже потом лучше. Что же такое, чтобы интереснее было? Так. Ой, это совсем неинтересно. У меня сегодня есть покупки, да? Можете сразу лежать. Ладно. Вот. Нашла я. Нашла, нашла. Я нашла. Это нашла моя дочь. Я. Это купила моя дочь для себя. Это Ганья Фруктис. Крафт Ингланд. Сила и блеск. И делает сильными волосы. С грейпфрутом, витамин B3 и B6. Мне сказала вот, Виолеточка, что я должна вот так хорошо держать и очень долго. Сейчас как застыну. Как скульптура. Ой, как статуя свободы, да? Так. Витамин B3 и B6 для нормальных волос. И вот они будут блестеть. Без силиконов. В общем, то и все. Да, от Гарнир. Мне не надо. Мне всегда надо для моих волос. Ну, вот ей надо. У нее длинные волосы, рыжие, да? И она там моет. Много ей надо шампуня. Так. Вот такой. Сколько он стоит? Я не знаю. Дайте я посмотрю. Я ж не знаю. Так. Динг-динг-динг. Пру-пру-пру-пру. Винственная фрукти. Фрукти стоит 1,49. И его уценили. Вот. Поэтому она его купила, да? Мы же только так. Так. Будешь только так. Потом. Потом, чтобы это дело разбавить, мы купили эндкалька. Это вот называется, чтобы кальк. А в кофейной машине вот в чайнике вот уходит. У нас очень много калька в воде. Здесь так ужасно много калька. В общем, это приходится очень часто использовать. Сколько стоит, я не знаю. Еще это посмотреть, да? Сколько стоит эндкалька? О, Господи. Я буду 3 часа видос делать, потому что смотреть буду. Стоит 99 центов. 99 центов, потому что муж кричал уже 3-4 дня. Если вы где-то ходите, да купите хоть раз мне. Мы без кофе, я без кофе живу, а он без кофе не живет. Потом, я себе купила шампунь, его тоже уснили, отдав. Гляньте, какой шампунчик отдав. Я купила отдав шампунчик, посмотрите, какой. В нем репаратура, ритуал репаратуры, по-русски репаратура, да? Я не знаю. Полосы, в общем, которые они поломаны. Шампун с кокусным запахом и с куркумой. И с куркумой даже. Я ем куркуму. Тоже плохие волосы, в общем, делает опять здоровыми. И вот если волосы совсем плохие, то это редуцируется, ну, меньше становится этих всех проблем. 100% рецидринг пластик. В общем, пластик еще раз использовали, да? Ну, у кого... Я сейчас понюхаю, сколько он стоит. Сколько он пахнет? Как он пахнет? Он пахнет... Он пахнет кокосом. Пахнет хорошо. Так свежо. Но у ДА всегда такие запахи, они не очень такие громкие, яркие, да? Ну, такие нежненькие. Кстати, я не сказала, как пахнет этот фрукт. Сейчас я же сегодня опять голубым по Европам. О! Он пахнет, как он выглядит. О! О, вкусно как зеленью и лимоном. Но это грейпфрут стоит. Наверное, это грейпфрут. Даже как-то зеленью пахнет, да? Мы купили сковородки, кастрюли брать. Как это по-русски называется? Вот такая вот штучка. Эдельштейш пегай токфальнега. Вот. Уже нет, да? Уже нет. Так, мы купили кошкам колбасу. От Вински. Кошкам. Кошка-то одна. Так что уж если уж есть, покажу, да? Это она у нас просто вот обожает дримис. Мне кажется, все кошки, там что-то внутри. Там что-то внутри, чтобы кошки с ума сказали. Еще раз кишача колбаса. Тоже. Ей надо каждый день эту колбасу. Так, теперь. Я себе купила, я ее уже один раз использовала, мне понравилось. И еще я сейчас купила от Свис ОПЕ вот такую масочку. Я ее буду наносить на волосы, держать, потом смывать, да? И значится. Не просто, в прошлый раз я попробовала, я показывала в видео внизу, что у меня волосы потом такие были мягкие. Тут Депантеноль для поломанных, плохих. Вот структура у них уже испорченная волос. И тут лошадиное, лошадиное вот этот, как Марк, Феодомак, вот этот костный мозг, что ли, вот это вот используется. Это Харкур, кур для волос, да? Две минуты подержать на голове и смыть. Я его покупала давным-давно, уже забыла. Были лет, может, 10, они всегда были, да? Мне очень нравилось, потом один раз я покупала, два раза или три, может, даже 10-20, я уже давно ничего не делала. И вот время настало. Когда мне лень что-то натуральное на голову сделать, это очень хорошо. Сделаю, покажу, какие стали, да? Я наобещаю вам, три короба. Так, потом, это была еще не единственная кур, которую я купила, да? Что-то мне вот это захотелось. Я вот этого не покупала. Это вот такой маленький кур. От Глизко, от Охеропе. СОС, интенсив кур, интенсивный, да? Там Марула масло, Оль и Омега-9. Я знаю Омега-3, Омега-6, сейчас есть уже Омега-9, я не знала. Значит, будет и Омега-20. Волосы, что же они еще найдут? Так, вы меня простите, вот, ну, не знаю. Так, волосы будут блестеть, и вот, если волосы как солома, то они будут блестеть, и интенсивный уход. Интенсивный уход, люди добрые. Ну, что нужно долго держать, да? Я держу долго-долго-долго, чтобы все видели. А вот. И, значит, этот уход стоит. Что он стоит у нас? Подождите, подождите. СОС стоит 59, нет, этот стоит 59 центов. Дешевая забава. Этот стоит 89, по-моему. Это стоит 79 центов. Хорошо? Намажу себе на волосы. Так. Потом мы купили вот такую вот бешмоб. Я его часто покупаю полностью. Вот. И еще не все, да? Потом мы купили вот для пола тоже тряпочки. Мы их так покупаем. И сейчас, кстати, уценили. Они стоят 4 с чем-то. И сейчас уценили на 3,99. Да? Поэтому у нас есть две такие швабры. И они пахнут очень вкусно лимончиком. Кому нравится. Обожаю лимончик. И вот прямо очень здорово пахнет. Мы это раньше всегда в бутике мыли полы эти. Когда, ну, закрывали там. Очень здорово. Тут все всегда. Тут не бывает, что кто-то приходил и мыл полы, да? Это делали сами. И дома я так же. А Минка хотела. Я сейчас его вообще брать не хотела. Я думаю, неужели мы сейчас на лук-дол, не зачем она мне надо. Так. А Минка любит. Она говорит, мама, я куплю это. Я говорю, да лучше бы я себе в импортуши купила. Она говорит, я люблю, когда так пахнет. Ну, ну, ладно, покупай. Все равно, говорит, уценили. Так. Потом. Я купила такую расчесочку. Я же говорила, что там уценили от этого тиза, да? Но то, что они уценили, я в тот день не купила. На следующий день уже не было. То есть они теперь не уценены. Они стоят 15 евро. Но за ту цену, на которую они уценили, я купила эту. Это же опять у меня подделка, да? Это же опять не настоящая. Но зато свеженькая. Вот. Это For Your Beauty. Антицепфунда. Это чудо, которое не тянет волосы. Ну. И мне это больше нравится, потому что тиза, он маленький. У нас есть такие тоже подделочки такие, да? Настоящего у меня нет, честное слово. Не всегда денег жалко. Ну, теперь-то, когда уценили, я хотела. Ну, Бог не дал. Так. Как бы мне это открыть? Ух, ух, очень сложно. Очень сложно, мои дорогие, мои любимые. Это открыть. Ножницы мне отрежем, все. Вот. Стоит она, стоит она, стоит она 8,99. Да, да, да. Это расчетка антицепфа. Вот. Такая вот. Цвет очень красивый, мне очень понравился. Вот такой вот. Тут шут с фолией. Надо фолию растянуть. И все, оно сверкает. Будем ее волосы причесывать, расчесывать. Очень рада. Расчесочка классненькая. Ну, это не марочная, да, опять же. Опять же, мне не досталось. Ну, ничего. От Beauty, For Your Beauty Professional. Сырые и даже сухие волосы, как сказать по-русски, разбирает, ну, в общем, можно это все хорошо разобрать, расчесать. Очень мне понравилось, очень-очень. Раз не тот, то хотя бы этот. Уж захотелось, да? Так, теперь, теперь, теперь еще я купила вот такой вот от Rival de Loup, да? Ну, ладно. Но главное, мне у них нравятся карандашики и Аминке это вот нравится. Аминке нравится этот, подводка такая, да? Liquid Eyeliner Matte Black Rival Love Me. Вот. Стоит два с чем-то. Такое вот так. И я такие, честно говоря, не люблю. Знаете почему? Ну, я люблю карандашиком быстро, да? А она вот такие любит. Потому что эти можно делать, конечно, прецизо. Вот прямо вот красиво, точно, да? Но я не люблю, мне надо быстро. И там копаться не люблю. А Аминка это любит. Она вот так вот глаза закроет и сидит, ждет, когда оно высохнет. А оно же не сразу. Ты откроешь глаза, оно тут приклеится. То есть надо ждать, когда оно высохнет. В общем, я люблю сразу карандашом и не переживать, да? В общем, кто любит, это здорово. И от Love Me очень хорошие подводки. Вот эти вещи, они очень хорошие. В общем, там не обязательно очень дорогие покупать. Я не знаю. Я хотела купить москару. Маскару эту сейчас хайповую от Maybelline. Розовая. Но Аминка мне говорит, мама, зачем она тебе, у тебя столько москар, тебе этого не надо. Деньги тратить. Я говорю, ну ладно. Тогда купим вас что-то для полов. Ну, в общем, не купила, да? Но... У меня тут есть действительно это самое. Одна Maybelline, вторая Maybelline. Но мне ту хотелось, да? Она... Я думала, она все уже это самое повыбрасывала. Меня удивилось, что она одну только выбросила. А она все в импортуши не повыбрасывала. То есть вот она эту оставила. В общем, она тут много чего оставила. Тогда она все не повыкидывала. Да? То есть она все тут... Такие у нас. Ну, у нас такие тут уже. А-а-а! Вот, я же наврала в прошлый раз. Я вам сказала, что это у меня первая от Rival of May. Оказывается, у меня от Rival... Вот есть. А это Rival de Loup Young. А это Rival of May. Ну, это то же самое. Та же марка, только другая серия. Аж я наврала, да? Так. Во! Это я что? Это я еще больше наврала. Оказывается, еще одна Happy Metal. Значит, они хорошие. Я не заметила. Значит, это Аминку покупала. Так. Еще одна. Ну, все. Я окончательно завралась. Так. Оказывается, еще одна. М-м-м. Так. Ну, я... Ну, я-то всего этого не знаю. То есть, я всегда пользуюсь... Вот сейчас, в последнее время, вот этими двумя мне так им нравятся. А это все Аминки на богатство. Вот такое вот я вообще не люблю. Я не люблю всякие не смывающиеся, да? У нее там много такого богатства. Значит, она это покупала, но это теперь я купила. Мне понравилось просто. Ладно. Так. Вот эти обожаю от Дуглас. Обожаю и вот эту от Ревлон. Боже мой. Они такие хорошие. Знаете, их не надо смывать. И у них кисточки хорошие. Я сегодня увидела одну от... С очень широкой кисточкой. Это тоже хорошая кисточка такая. Ух, жирненькая. Еще такая вся закрученная. Я сегодня очень красивую увидела с кисточкой от Катрис. Здесь она была прелесть. И она стоит 3,99. Она очень-очень классная. Ну, Аминка меня оттуда оттянула и говорит, ну куда столько? Я говорю, да, ты права. Вот это вот обижали тоже. Это от Мебелин, да? У меня нету дорогих, да? Дорогих нету за то, что самое. Только я вот эти люблю. Так. Значит, у нас от Ревайлов мы даже три было. Три было, да? А я говорю, у меня нету ее. Вы меня больше слушайте. Я так говорю. С три короба памяти-то мало. Так. Ладно. Это все Аминкино добро. Это ее. Это теперь тоже ее. Ну, чай попью. Я еще что купила. Давайте я показала. Я вообще обожаю вот такой вишмоб, да? Просто обожаю. О, быстро мы. Так. Чем же? Все. Все убрали. Вот эти были наши покупочки, да? Эти покупочки были, но нам обошлись 28-17. 28 евро. Так. Наши покупочки. Теперь, о чем я хотела еще? А, еще не все. Еще подождите. У меня еще что-то есть. Сейчас я вам покажу, что у меня еще есть. Вот у меня еще. Я была Вальди. И у меня все остальное было в сумке. А я тоже сумму. Потому что это, чтобы не понять. Я купила Вальди вот такие вот шоколадочки. Такие, знаете, на Валентинку. Вот идея, да? Значит, тут Любек и Марципан. Это Любек и Марципан. Ну, самый хороший Марципан. И там черный шоколад горький и Марципан. Марципан. Вот, пожалуйста. Такие вот Марципаночки. И подарю, да? Значит, сколько их там? Раз, два и обчелся, наверное. Посмотрю. И там четыре штуки. Раз, два и обчелся, чтобы мы не жирными стали. Так. Ну, вот. У меня муж обожает Марципан. И сын обожает Марципан. Дочь обожает только Марципановые картошки. А я вообще не любитель Марципана. Так. Я купила такую. Еще раз такую. И еще раз вот такую. Эту я купила сыну. Ну, чтобы повеселее было. А с сердечками это дочки и муж. Ну, там все такое же. Марципанчик. Просто вот выглядит так весело. Это есть в Альде. И вы знаете, это очень здорово. На подарок. Маленькая, 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 маленькая. Как сказать, маленькая. Ай, тут уже обратно не надо зашелывать. Но я попрячу, чтобы они не видели. Куда-нибудь спрячу, да? Нет, лучше положу туда. Потом не найду. Я все спрячу сейчас. Мне такое бывает перед Новым Годом. Я напрячу, как мышь, по норам. А потом не знаю, где что. И некоторые вещи нахожу летом или весной. Так. Мышь по норам. Все, да? Вот это у меня все было. Но я думаю, ладно, я сделаю видос, да? Мужу я эндкальта купила, чтобы он не кричал. Не ора. Теперь. Я сегодня начипыла свои сережки, которые я нашла. Я же показывала видосик, что я их наконец нашла. Я не знала, где она. Я их хотела вообще-то серым пуловером. Но у меня сегодня настроение было на голубое, на голубое, на голубое. Айроника Блок, мы с тобой говорили, да? Почему у меня было настроение на голубое? Потому что ты мне написала, что в прошлом видео, что у меня голубые ногти, маленькие. Я говорю, а я люблю еще и большой голубой. Думаю, все, хочу я голубое деть. Кстати, привет, да? Что я еще хотела? Ой, я вам еще скажу, что-то очень полезное. Ларисочка, ты говорила, вот, ну, можешь рассказать, но не надо, но я все-таки расскажу. Мне, я вчера про зеленый, что-то я написала, Ларисочке, про ромашковый чай, у меня там внизу, под тем видео. И она сказала, что она эти мешочки от чая кладет на глаза. Я думаю, боже, какая хорошая идея. Я раньше, раньше, но это уже давным-давно было, я когда молодая, когда мне это совсем не нужно было, а я же это делала. Я делала мешочки из черного чая. А с ромашковым я бы в жизни не догадалась. Ну, я это прочла и быстренько своего чая, значит, мешочек достала и его хотела на глаза положить. А тут мне Ларисочка пишет, оказывается, что можно его заморозить, этот чай. Вот прямо положить ватопец, как сказать, ватные, эти ватные диски, напитать этим чаем, в холодильнике заморозить и потом внуклозаквость. Вот такая идея, сейчас вам покажу. Я это сразу же вчера сделала. Ларисочка, это зрительница, прекрасная Ларисочка. И вот знаете, я вот так заморозила, да, в полиэтиленовом мешочке, и вот они такие заморожены. И их можно так взять, оклепить и положить вот сюда на глаза. Какая идея, сейчас накрашу, как положу, да? Ну, вы представляете, какая здоровская идея. Это, во-первых, еще и холодно, и, во-вторых, там еще и ромашковый чай. Я просто, мне так хочется этим поделиться, извини, Ларисочка, ну, чтобы все знали, да, Ну, как это гениально. Ларис, вот этого додумалась, это же гениальная идея. Это же можно вообще, это же можно, это же самое, бизнес на этом открывать. Это обалденно. И вот я заморозила, но... Очень здорово, я думаю, я поделюсь, чтобы люди знали. Я еще хорошего увидела, но не купила, и я пожалела, наверное, не куплю это. В этом Вальде сейчас есть роля, вот такая вот, ну, как роллер для массажа. И такой был в Росмане, кстати, и он стоил там 9,90. В спортивном магазине, еще дороже, вы это знаете, да, но у нас все равно закрыто сейчас. А в Вальде стоит 5,99. Точно такой же, как в Росмане, но дешевле. И очень здорово вот на него катать, ноги массировать. Ну, он такой длинный, такой круглый, и у него такая немножко такая шероховатая поверхность. Знаете, можно на пол его положить, и бедрами на нем ездить, и вот это самое, ноги вверху. И можно под ноги положить, и вот так катать, в общем, чтобы ноги хорошо это протренировались, и чтобы вены хорошо работали и тому подобное. Вот это есть сейчас в Вальде, это обалденно. Там же есть обалденные пушистые пледы для дивана, в сером, в красивом, зеленом, петролевом, таком, бензин цвета. Обалденно, у нас называется петроли-бензин, я не знаю, как у вас этот цвет называется. Очень красивый цвет, тут его у меня нет показателей. Но у меня столько этих пледов, что мне это не надо. Ну, очень обалденно. Но вот этот ролик классный, я думаю, зачем же я его не купила. А про по массаж, знаете что, у меня есть вот такой массажерчик маленький, и этим массажерчиком я вот так вот делаю, да. Очень хороший. Китайцы, еще вот это похлопывание хорошо, ну, похлопывание вот так. И у меня еще есть вот такой массажерчик, ну, этот вот хорошо для рук, да. И вы знаете, для чего вот такая штука хороша? Вот думаю, тоже поделиться, вдруг кто не знает. Эта вещь меня один раз вылечила. И как? У меня вот тут вот было, да, вот тут вот на лопатке, вот под лопаткой была страшная боль. Я не знаю, вот такое, наверное, кто-то испытывал, не дай бог. Это вот там где-то что-то затягивается, и вот такая боль, ты не можешь не сидеть, не стоять, вот ты мучаешься. Я так мучилась, мучилась и мазала, и все. Это у меня было несколько дней ужасно. Это было очень больно. И у меня подруга, она у меня все время хочет, чтобы я ее массировала и так все такое. И у нее тоже такое часто бывает, у нее вот тут вот шейный позвонок, что там затягивает. У меня было впервые в жизни. И было очень больно. Тогда я поняла, как у нее дела стоят, да. Потом я и тоже. И, в общем, так у меня плохо было. Я в интернете посмотрела, что же можно против этого сделать. Там было видео, один молодой человек показывал вот такой мячик, или просто какой-нибудь шарик, или вот такой. У меня был такой. Он говорит, можно также взять просто шарик, вот если дома есть, какой-нибудь простой мяч. В общем, его причепить на то место, вот тут вот, и на стену, вот к стене встать, и вот так прижать с собой и этим мячиком, вот то место, которое болит, и вот так вот крутиться, да, и массировать вот то место, которое там прям под лопаткой, там ближе к позвоночнику болит. И вот если вы вот так вот покрутите, 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 это вот так оно все проходит. Эти страшные боли через 4 дня я вот этим мячиком убрала. Поэтому я вот просто думаю, надо же поделиться. Это у меня сейчас я его, это самое, если делаю, то я его найду, то я его не найду, то его кошка утащит куда-то, в общем. У кошки целое ведро игрушек, у нее столько шариков. Но если она этот найдет, то все, он уже ушел. И я его нашла, и думаю, господи, хорошо, что он есть, я вам его покажу. Так, это хороший-хороший совет. Мне потому что очень сильно помог. Я потом поняла свою подругу. Так, все, да? На этом я окончаю свою болтовню. Всех люблю, всех целую. Викулечка, привет, моя дорогая Викуля. Я вам еще что-то умное прочту, да? Я вам что-то умное прочту. Значит, что здесь написано? Время – это очень дорогая драгоценность, которую ни за какие деньги в этом мире не купить. Это пословица из Израиля. Гляньте, какой цвет красивый. Тренд, тренд, да? Цвет, цвет тренд. Так, я говорила, я про свои сережки говорила, да? Что еще у нас, девочки-красавицы? Все, да, хорошего у нас сегодня. На этом я заканчиваю всего хорошего. Хочу сказать спасибо новым подписчикам, которые у меня на канале. Всех люблю, всех целую. Я здесь также как раз худею, да? Кстати, я вам ничего не сказала, как я худею, да? Ну, в общем, я еще 61 килограмм. Я же еще и картошки жареные поела. Но все-таки я это самое, не теперь ни 62, ни 63. Оно пока стоит, но оно уйдет. Я знаю. Так, это я сказала. Так, примерку я еще сделаю. Я еще сделаю. Мне хочется все-таки быть 60, по крайней мере. Еще один килограммчик. Вот завтра, завтра, завтра. Завтра я этот килограммчик добью. Всех люблю, всех целую. Всех моих новых подписчиков и старых подписчиков люблю, обожаю, целую. Скоро придет весна, но у нас морозы. У нас обалденные морозы. У нас было даже минус 6. Вот. А я сегодня бегала в берете без шарфа. Но у меня такая куртка была с высоким воротом. Ничего, да? Пережила. Ну, можно жить. Но холодно. У вас, наверное, может, у кого и теплее, может, у кого и холоднее. В общем, я очень рада этой расчесочке. Я очень рада своим этим вещичкам. Я очень этому рада. Это у меня маленькие радости, да, сегодня. Сегодня маленькие радости. Больших радостей нет, но для меня все радость. Потому что жизнь должна быть радостью. Всех люблю, всех целую. Продолжение следует...